Итак, ребят, сегодня мы продолжаем тему, которую я уже затрагивал на предыдущих эфирах. И чтобы не повторяться, и при этом, чтобы для вас все это дело было осмысленным, я рекомендую потом в записи посмотреть на канале по здоровью предыдущие два эфира, потому что они неразрывно связаны будут с сегодняшней нашей тематикой. Итак, сегодня я хочу, можно сказать, прорекламировать, но я ничего с этого не имею, мы с этим человеком даже не общались, это просто рекомендация от чистого сердца. Я пришел к выводу, что не хочу самостоятельно рассказывать, как делать депривацию. По той простой причине, что есть мастер, профессионал этого дела, гораздо более высокого класса, чем я в этом вопросе. Поэтому я сейчас просто объясню механизм, зачем нам это нужно, как это все работает. Вы уже, если пожелаете, можете самостоятельно у него приобрести курс, либо обратиться там на личные, скажем так, проработки. Но я не считаю правильным брать чужой опыт, чужие воззрения, и затем здесь их педалировать, делая вид, что это я такой классный и крутой. Да, я тоже что-то в этом понимаю, у меня есть, наверное, порядка полугодичного опыта в тот момент, когда у этого человека, ну, наверное, с десяток лет. Вот такие, собственно, дела. Давайте тезисно пройдемся, о чем речь была на предыдущих двух эфирах. Такое явление, как эмоциональная боль, психотравмы, кто-то это дело называет лярвами, бесами, кто-то и демонами. В общем, все эти явления, они живут не в нашем мозгу, как это принято считать, а во всем теле. Потому что мозг не ограничивается только нашей черепушкой. Потому что мозг, по сути своей, это основа нашей нервной системы. Вот те нейроны, которые его пронизывают, они не только там, они распространяются на весь организм. И это называется нервной системой. Что нейрон мозга, что нерв в моем пальце, который заставляет его сокращаться, это идентичные явления. И поэтому зачастую, когда мы в детстве, ну, или в принципе на протяжении жизни испытываем какую бы то ни было эмоциональную боль, она начинает потом, ну, если так можно выразиться, залипать и храниться именно в нашем теле. Я сейчас пришел к тому, что, наверное, порядка 95% заболеваний, если они, конечно же, приобретенные. Я сейчас не говорю там, когда с детства человек, допустим, ДЦПшник или синдром Дауна. Нет. Например, вы родились, у вас все прекрасно. А потом в какой-то момент появилась язва кишечника, язва желудка, там, не знаю, артрит, камни в почках, проблемы с суставами, проблемы со зрением. Это все завязано на эмоциональной боли, которая не была вовремя выпущена, продетоксифицирована, или же вообще, да, есть такой вариант, чтобы ее даже в себя не впускать. Но так или иначе, она где-то в теле осела, она нарушает работу вегетативной нервной системы, и по этой причине возникает потом заболевание. Как это может выглядеть? Ну, ребята, знакомые с восточной духовной составляющей, слышали о таком явлении, как наши чакры. Они символизируют определенные, скажем так, энергоцентры в нашем теле. Причем символизируют прагматично. Я сейчас покажу фотографию, чтобы быть более предметным. Так, я не знаю, будет, не будет видно. Вот, обратите внимание, что там, где по буддийской, по ведической концепции находятся чакры, там же находится колоссальное количество нервных окончаний. Вот на этом рисунке это продемонстрировано лучше всего. Сейчас она сфокусируется. Если мы говорим про Муладхару, то, вот, скажем так, копчик, паховая область, там наибольшее количество этих нервных окончаний. Затем идет у нас Свахистана, Манипура, ну, давай, фокусируйся, Аджина, вернее, Анахата, Затем Вишутха, Аджина и Сахасрара. То есть там своего рода такие нервные пучки в определенных энергоцентрах. И это, по сути, и есть тот самый прагматичный взгляд на вот эту вот духовность, потому что биология, прагматизм и духовная составляющая, они неразрывно связаны. Соответственно, самый банальный пример. Если в этой жизни вы не раз проходили через так называемое разбитое сердце, когда у вас были токсичные отношения, когда у вас были какие бы то ни было предательства на любовной почве, это не значит мужско-женская история, это может быть и со стороны родителей. А советские дети в большинстве своем были очень сильно преданы родителями. Да, то есть там зачастую не было теплоты, любви, понимания, поддержки. В основном это просто вот покормить, одеть, а какой-то теплоты и ласки зачастую там не было. Также это может быть связано с потерей домашних животных, которых вы сильно любили. В общем, так или иначе, какие-то переменные в жизни били по вашей эмоциональной составляющей, связанной с любовью. И есть версия, я с ней полностью согласен, я даже на своем личном опыте убедился, что это так работает, и на опыте своих знакомых. Когда нам кто-то разбивает сердце, у нас происходит спазм вот в этом месте, где у нас находится сердце. Здесь колоссальное количество нервных окончаний, которые, по сути своей, отвечают за эмоцию любви. Вы ведь не станете отрицать, что, допустим, в районе Манипуры, да, нашей паховой области, она отвечает за сексуальное влечение, она отвечает за доминацию, в особенности у мужчин, да, то есть тестостерон хреначит, и тебе хочется всем ёбло переломать. Здесь то же самое. То есть вот этот отдел, он отвечает за сердце даже во многих старорусских сказках, да и в принципе в любых сказках. Можно часто услышать такое выражение «А что тебе подсказывает твое сердце?» Не «Что тебе подсказывает твой ум?» А «Что подсказывает твое сердце?» То есть речь о чем идет? Об интуиции, об искреннем желании, о истинных ценностях, куда бы ты все-таки хотел идти и стремиться. Так вот, когда нам разбивают сердце, обратите внимание, что, допустим, в детском садике, в школьные времена любовь была гораздо более яркой, более чувственной, нежели любовь там в 30, 40 и 50 лет. Почему так происходит? Потому что чем чаще нам разбивают сердце, чем чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как неразделенная любовь, тем сильнее вот наше мышечное волокно здесь забивается, зажимается, тем самым оно пережимает кровеносные сосуды, лимфатические сосуды. И самое главное, вот эти вот нейроны, которые являются продолжением нашего мозга. И получается так, что сердечная мышца, кстати, вот опять же, когда в ведических практиках говорят о том, что сердце может чувствовать, сердце может думать, этому также есть прагматичное подтверждение, потому что если вы вобьете в гугле, там будет сказано, что в сердце находится около 40 тысяч нейронов. То есть, по сути, это маленький мозг. Не знаю, сколько нейронов в мозгу, но в сердце около 40 тысяч. Соответственно, когда мы испытали эмоциональную боль на любовной почве, здесь грудь забилась. Вот опять же, как понять, забитая она, не забитая? Ущипните. Вот берете два пальчика и щипаете свою грудь со всей дури. Если больно, это мышечный, фасциальный, кожно-жировой, неважно какой, так или иначе, там есть спазм, зажим, залипание фасции. Если вы ущипнете маленького ребеночка, допустим, там от трех до шести лет, опять же, ребеночка, который растет в благополучной семье, богатый и любящий. Я не говорю там про каких-то типичных совковых дебилов, которые только на своих детей орут. Так вот, если вы ущипнули и вам больно, это патология. Никакой боли быть не должно, как бы вы себя не щипали. Соответственно, поскольку у вас там спазмировано мясо, плюс фасция, она тоже очень сильно стянута, и вот эта вот физиология, она также сдавливает кровь, лимфу и самое главное, нервные окончания. И те электрические импульсы, которые по этим нервам передвигаются, то есть ваш мозг генерирует эти электрические импульсы, а затем они заставляют шевелиться. То есть, да, почему у нас пальцы сокращаются? В принципе, вот я сейчас говорю, это мозг шлет электрические импульсы, и мышцы, сокращаясь, начинают двигаться. И вот когда у нас здесь есть спазм, у нас эмоция любви, эмоция вот этой вот чувственности, она становится все более тупой, приглушенной, и менее ярко выраженной. И это та самая причина, по которой там в 10, даже там, не знаю, 5-12 лет вы влюблялись искренне, с чувством, влюблялись, потому что вам нравится человек, да, там не было, знаете, вот у большинства женщин в возрасте, не у всех, но у подавляющего количества, какая оценка в отношении мужчины происходит? Сколько бабла? Сколько медийности? То есть она не мыслит в контексте, что он мне просто нравится, я хочу с ним быть, и не важно вообще, какие у него там проблемы, да, какая у него материальная составляющая, вот просто любовь, как в детском садике. И вот такая психика, такая эмоциональная составляющая формируется по той причине, что здесь нахрен все в спазме. И вот у меня знакомый рассказывал, когда он качественно проделал иннервацию, то есть он прям щипками вот эту всю боль убирал, может быть там в течение недели, может быть двух. И в один момент он просто разрыдался. У него был отец, который, ну, к нему относился достаточно негативно, то есть он его бил, он его постоянно ругал, ну, типичное советское детство. И когда он вот это все дело разблокировал, и здесь электрические импульсы качественно потекли в сердечную чакру, он разрыдался, он вспомнил отца, он простил отца, он тут же ему позвонил, и они помирились. То есть, по сути, когда восточные практики говорят про активацию сердечной чакры, этого можно, по крайней мере, в какой-то степени добиться, просто физиологически, убрав отсюда все вот эти спазмы, зажимы и, соответственно, застои. То есть можно даже через метафизический аспект это объяснить, что тут просто не течет энергия. Но оно и прагматично объясняется, да, то есть электрические импульсы качественно не проходят, потому что мясо залипшее, да, если мясо залипшее, то, опять же, кровью туда не доставляются минералы. Если есть спазм, то есть омывание кровяным потоком более дефективное. И, соответственно, если там меньше минералов, то электрические импульсы тоже хуже проходят. И вот это все дело начинает барахлить. Поэтому йога с санскрита переводится как путь к Богу либо познание Бога. То есть мы приблизиться по-настоящему и качественно можем к духовности, разблокировав свое тело, чтобы в нем не осталось боли, не осталось спазмов, не осталось зажимов. Когда мы деревянные, когда все тело болезненно, мы, по сути, биороботы. Да, таких еще называют боты, потому что заблокирована эмоциональная чувствительная составляющая. А она, по сути, находится на передовой, когда речь заходит о духовности. Потому что сидеть с бетонным ебальничком и мыслить категориями там бабки, тачки, срачки и успех, сами понимаете, никакой духовности нет. Но когда вы возвращаетесь в состояние ребеночка, вот этой чистой искренности, любви, понимания и чувствительности, вы уже вновь можете говорить о каких-то духовных составляющих. Вот банальный пример, да, о том, как сильно тело связано с нашей психикой. Это раз. И второе, вот это, наверное, самый такой прагматичный индикатор того, что эмоциональная боль, пережитые какие-то ссоры, расставания, предательства и так далее, это все по сей день живет в вашем теле. Вот у меня есть такой знакомый, зовут его Янис, и он сказал замечательную фразу, что если в этой жизни ты испытал эмоциональную боль и не продетоксифицировал ее, ты продолжаешь ее фоново испытывать по сей день. Допустим, в 7 годиков на тебя наорала воспиталка в детском садике, ты заплакал. И если это явление не было качественно проработано, ты продолжаешь плакать прямо сейчас. То есть гормональная система, нервная система фонит этим... Ну ладно, это такое легкое, господи, там воспиталка наорала, это херь собачья. Девушка изменила, например, тебе. Да, вот это уже серьезно. И вот это событие, оно фонит, отравляет нервную систему, надпочечники продолжают секрецировать фоново, по чуть-чуть кортизол с адреналином. Но через 5, через 10, через 15 лет это все продолжается. И вот опять же по поводу того, как это выглядит, когда вся эта боль находится в нашем теле. Первый индикатор, ты себя ущипнул, тебе больно. Или надавил, да, то есть можешь просто надавить, если боль испытываешь, этого не должно быть. Это патология, это психотравмы, первопричина, вернее, это мышечный зажим, первопричиной которого является психотравма. Так вот, если мы возьмем маленьких детишек, возрастом, там, я не знаю, опять же, 3-6 годиков, которые растут в благополучной семье, если вы их ущипнете, если вы будете давить им на мясо, им больно не будет. И самое забавное, что маленький ребеночек очень легко может усесться на шпагат. И труп человеческий тоже легко может усесться на шпагат. Он как тряпичная кукла становится. Когда вы были маленькие, у некоторых мог быть такой опыт, знаете, там, потыкать палкой в мертвую кошку, в мертвую собаку. То есть амплитуда движения их лапки, она становится, ну, просто сверх высокой. А когда мы находимся в среднем возрасте, да, там, я не знаю, диапазон от 15 до 80, а чем старше, тем хуже, мы на шпагат сесть почему-то не можем. И все считают, что проблема в отсутствии растяжки. Да, вот я там не гимнаст, я не йог, и не могу на шпагату сесться. Но если ты умрешь, тебя посадить, расплюнуть. Так почему ты не можешь на шпагату сесться? Дело не в отсутствии растяжки. А в том напряжении, что в твоем теле живет. Вот этой всей непродетоксифицированной эмоциональной грязи. Боль, ревность, обида, вся вот эта бяга, она живет у тебя в сухожилиях, в мышцах, в фасциях, в связках. Это все там оседает. Абсолютно прагматично, абсолютно осязаемо. Если у вас есть знакомые, забыл, как они называются, чуваки, патологоанатом, да, и вот спросите у него, что трупаки, они гнутся как угодно. Вот ты, допустим, сейчас, если тебе дискомфортно поднять руку, ну, мне дискомфортно, потому что я после качалки, но если ты чувствуешь, что есть какая-то тяжесть в плечевом суставе и так далее, это напряжение. А напряжение, по сути, как собой олицетворяет? Это вот психика, в ней находится какая-то психотравма, и она фонит на определенную часть тела. И зачастую, как я уже сказал, что чакры, и дело не только в чакрах, вот банальный пример, у многих мужчин жуть какое забитое плечо, если вы особенно правша. Вот попробуйте ущипнуть себя здесь нормально так, со всей силы. Уж многие щипают и сидят такие, ой, типа фигня. Хорошенечко, надави как только можешь. У мужчин часто больно, потому что здесь фасция, она слипается с мясом. Ну, слипается, наверное, не совсем верный термин, хотя Александр Российский его использует, но мне кажется, там механизм немножечко другой, но факт остается фактом, что из-за того, что всю свою жизнь тебя кто-то раздражал, тебя кто-то доставал. По природе своей, да, мужчина должен въебыч давать тому, кто его раздражает. Но поскольку мы живем в цивилизованном мире, у тебя вроде идет этот животный импульс обидчика ударить, но ты себя сдерживаешь. И вот у тебя идет импульс, то есть мозг как бы посылает нервные окончания, да, чтобы ты уже, ну, ударил, а ты себя сдерживаешь. И вот здесь начинает формироваться вот это дерево. По причине того, что ты постоянно гасишь и гасишь вот эту вот импульсивную составляющую. И так касается многих моментов. Бывает, ты сидишь с человеком, который тебе неприятен, и вот он что-то говорит, говорит, а вся твоя нервная система, все твое бессознательное хочет уйти. То есть ты даже, когда сидишь, вот есть такая, не то чтобы наука, дисциплина, когда по языку тела могут сканировать психологическое ощущение человека на данный момент. По-моему, это профайлинг называется. И вот сидит, допустим, человек в кресле, и у него там нога дергается. Говорят, что он нервничает. Он не нервничает, просто собеседник, ну, как бы и нервничает, да, в то же время, но ему собеседник неприятен, он уйти хочет. И поэтому его нога, она вот так вот дрыгается. Он может поджать ноги, да, то есть сократить икры уже с желанием встать. И вот когда мы живем вот в этой среде дискомфорта, слушаем какого-то дебила, которого слушать не хочется, наша икра, она также спазмирует. Импульсы шлются, а ты себя сдерживаешь. Они шлются, а ты все равно сидишь, типа культурный и прочая всякая хренотень. И там возникает мышечный зажим. Бывают мышечные зажимы происходят по причине физиологическим. Ну, это может быть какая-то травма, упал с велика, но это, наверное, порядка 20-30% случаев. Все остальное идет от психики. Соответственно, сформировался мышечный зажим. Как я уже сказал, лимфа не течет, кровь не течет, электрические импульсы нормально не проходят. И, по сути, грубо говоря, тело начинает гнить заживо. Потому что циркуляция энергии, циркуляция питательных соков становится не к черту. И если такой зажим произошел, особенно в области пищеварительного тракта, болезнь крона, там диарея, запоры, спазм желчного пузыря, забросы желчи в желудок, там, я не знаю, атрофические гастриты, хотя они часто являются следствием заброса желчи, язвы всякие, полипы, везде одна психосоматическая причина, когда человек живет в дискомфорте и терпит его. И кто-то может задаться вопросом, почему у одних людей есть подобного рода заболевания, а кто-то, несмотря на то, что он живет в дискомфорте, нет. И вот это, на мой взгляд, самая интересная и важная составляющая, которую сейчас вам необходимо понять. На этой планете существует два типа людей. Опять же, это по воззрениям Александра Российского, и я с ним полностью согласен. Я считаю, что это настолько фундаментальные знания, что без них в этом мире вам ловить нечего, особенно, если вы являетесь представителем первого типа. Так вот, представители первого типа это люди тонкокожие. Что собой олицетворяет термин тонкокожие. Ну, можно привести такой афоризм, как будто бы у вас нету кожи. Вот представьте, ее содрали, и у вас оголенное мясо с нервами. Вот это тонкокожий человек. А есть люди толстокожие. Это люди старой формации. Это наши родители, бабушки, дедушки. Там есть исключения. Я говорю про среднюю температуру по больнице. Вот смотрите, если мы сейчас возьмем современную молодежь, в том числе парней и мужчин, современные люди, они достаточно чувствительные и достаточно эмоциональные. Поколения же старшие, они более такие, знаете, как будто бы в полудреме всегда. Вот у меня дедушка такой был. С него все как с гуся вода. У него, я помню, мама умерла, он вообще сидит такой типа, ну умерла, умерла, что поделать. То есть эти люди, у них очень низко выраженная эмоциональная амплитуда. Банальный пример. Люди старой формации, которые еще жили во времена вот кидать уголь, стоять на заводе возле танка, станка, там, я не знаю, ну вот заниматься такой вот монотонной скучной работой. и на тот момент такие люди, там, не знаю, Богу, Вселенной, коллективному бессознательному нашей планете были нужны. Потому что этот человек мог стоять за станком, крутить баранку с утра до вечера и с ума от этого не сходить. Типа, крут, да и пофигу, вообще нормально, никак не париться. То есть если меня засунут на завод и скажут, что у тебя нету другого выбора, ты либо до конца своих дней здесь работаешь, либо мы тебя убиваем, я выбираю второе. Я сам себя убью в этот же день, если у меня не будет другого выбора, кроме как торчать на заводе. Почему? Потому что такая поганая жизнь будет причинять такой коэффициент боли, что для меня смерть это будет подарком. И отсюда и возникает вот это вот, знаете, как вот писал Достоевский, кажется, отцы и дети. Непонимание. И вот, кстати, сейчас родители, если вы поймете эту тему, вам с детишками своими гораздо легче будет взаимодействовать. Вы поймете, почему. Вот отцы и дети, вроде Достоевский это писал. Постоянно идет конфликт. Сейчас мы живем на стыке колоссального изменения вообще взаимодействия, всего общества с точки зрения зарабатывания денег, с точки зрения коммуникации, с точки зрения реализации. По всем фронтам все по-другому. Почему? Потому что появился интернет, потому что появляется уже искусственный интеллект. То есть, сейчас еще 5-10 лет и такие профессии, как стоять у станка на заводе, они уже не нужны будут. в США есть куча заводов, где роботы все за них делают. Там может быть два человека пришел, рубильник включил и вырубил. В остальном это все машины занимаются. То же самое касается кассиров. Представьте, сейчас есть женщина, которая может сидеть на кассе, ей нормально каждый день вот этой херней заниматься, потому что толстокожая. толстокожая это у нее в теле и в мозгу, у нее в мозгу очень мало нейронов и у нее в теле очень мало нервных окончаний. Поэтому она вот как знаете, как какой-то филин, как какой-то тюлень, то есть, можно даже с животными произвести аналогию, то есть, она сидит как тюлень просто такая, как будто бы полуопьяненная и нормально, ей эта боль не причиняет. Но современная поколение, новые детишки, которые сейчас появляются в связи с искусственным интеллектом, в связи с интернетом, в связи с иными способами заработка, в связи, в принципе, с ускоренным, ну, сейчас информацией, информационный поток гораздо больше, чем у наших родителей. Они, дай боже, там 10 книг за свою жизнь прочитали, я уже по тысячу. Я уже не говорю про те видеоролики, да, на ютубе, которые мы каждый день смотрим. И получается так, что природа, вот эта вот коллективная, бессознательная, потому что мы одна экосистема, как и грибы, да, грибы связаны мицелием, мы тоже связаны невидимым мицелием. И вот это вот новое поколение, детишки, которые появляются, они не хотят торчать на заводе. И не потому, что они там безответственные, не потому, что они там дебилы или еще что-то, нет. у них нервных окончаний в теле и нейронов в мозгу в десятки, а то и сотни раз больше, а то и в тысячи, чем у родителей. И если молодого человека современного посадить на завод, для него это будет, ну, все равно, что в ад попасть. Потому что эта тупорылая, скучная жизнь каждый день будет причинять ему неимоверную боль. Почему? Поскольку у него много нервной ткани, нервов в теле, это значит, что у него также много рецепторов. А если в теле и в мозгу много рецепторов, такой человек является высокочувствительным. Он не слабый, он не пидор. Просто в теле очень много рецепторов. И поскольку он имеет вот эту высокую эмоциональную амплитуду, он в то же время является гением. То есть, опять же, современное поколение, оно более интеллектуально выражено, чем старшее. В каком смысле? Есть такое выражение, что гениальность и сумасшествие это две стороны одной монеты. Вот, допустим, посмотрите на Стива Джобса. Те, кто изучали его биографию, думаю, в курсе, что Стив Джобс мог очень легко заплакать на совещании, когда его начинали критиковать. И толстокожие люди, которые вот такие вот в анабиозе, они скажут, фу, пидор. Нет. Просто его нервная система в сотню раз более обширная, чем твоя. и когда ему выдают критику, вот это колоссальное количество нейронов в мозгу не может пропустить ее мимо ушей, мимо своего внимания. Ему реально больно. Поэтому он и плачет. Но и в то же время это чрезвычайно гениальный человек. Что Стив Джобс привнес в наш мир, да, вот такую вот карманную историю? Это карманная библиотека. Здесь все знания мира у меня в кармане. Еще и пальчиком, да, все это удобно можно перебирать, находить и так далее. Это он создал. И так касается многих людей, да, еще один пример это Арсен Маркарян. Это тоже тонкокожий человек с колоссальным количеством нейронов в мозгу и таким же колоссальным количеством нервных окончаний во всем теле. И вот Арсен сам упоминал на одном из своих интервью, что он чрезвычайно тревожный человек. То есть он с ума сходит от этой тревожной хотя казалось бы он боец. Он боец, у него борода, он тестостероновый, но вот эта тревожность сводит с ума. Почему много рецепторов? Банальный пример. Я тоже тонкокожий, причем просто охренеть какой тонкокожий. И мы когда с девушкой давненько, когда еще были вместе, снимали дом. Вернее мы его смотрели, хотели снять. И там у соседей играла музыка. Ей вообще пофигу. То есть она человек толстокожий, у нее чувствительность к миру достаточно гораздо ниже, чем у меня. И она бы спокойно могла жить в этом доме, несмотря на рядом играющую музыку. А мне эта поганая музыка причиняет физическую боль. У меня настолько обширный вот этот вот рецептор в теле, что вот эти сраные басы, я не могу их игнорировать. Вот этот дум-дум-дум особенность, какая-то тупорылая хрень по типу Моргенштерна играет. Мне больно. И психологически, и вся нервная система сходит с ума. Но в то же время за счет этого, как бы это чсвшно не звучало, я гениальный человек. То есть я могу обрабатывать колоссальное количество информации. И самое главное, я могу обучаться даже сейчас. Я просто могу сидеть в помещении с каким-то человеком, и я в этот момент обучаюсь, потому что вся моя нервная система сканирует окружающее пространство. И отсюда высокая тревожность. То есть человек, у которого рецепторов меньше, он сидит вообще на релаксе, все нормально. А я каждый звук, каждый шорох, моя нервная система все чувствует и подмечает. Но и в то же время, если я буду смотреть какую-то лекцию, я извлеку оттуда информации и знаний гораздо больше, чем человек толстокожий. То есть возьмем старшее поколение, посадим смотреть какую-то лекцию, посмотрит, ну да, а я извлеку все, ну по крайней мере все, что считается существенным. Поэтому у вас сейчас рождаются новое поколение, которое идет в резонанс с технологиями, с искусственным интеллектом, когда уже не нужны люди, которые баранку крутят на заводе или уголь кидают в шахтах. постепенно уже на самом деле роботы все это могли заменить, просто там есть искусственное замедление технологического развития, потому что поганый капитализм. Но по сути постепенно в связи с развитием искусственного интеллекта и прихода робототехники в наш мир детишки рождаются вот такими, как Стив Джобс, такими, как я, такими, как Арсен Маркарян. Мы очень чувствительны и да, мы ранимые. Я не знаю, насколько уместно вот ребята, которые следят за творчеством Арсена, вот его бывало там предавали, да, какие-то ребята, он так болезненно это переживал. Это депрессия на годы. Та же самая фигня. Вот еще один пример, да, вот если мы возьмем толстокожего человека, он спокойно может жить с какой-нибудь мегерой, женой, которая будет его пилить. У меня есть, ну, есть такой одноклассник, мы сейчас уже не дружим, но когда-то дружили. У него жена токсичная, она его пилит постоянно, а ему пофигу. Это просто полено, которое вот так вот сидит, типа, и все мимо пропускает. А я, если моя девушка просто как-то косо на меня взглянет, она испоганит мне все настроение и всю энергетику на неделю вперед. И это не говорит о том, что я там ебнутый, или какой-то ненормальный, или психологически неустойчивый. Нет. Много рецепторов. Она не так посмотрела, я это настолько сильно впитал в себя. Я настолько это почувствовал. Я уже молчу, если она какую-то там вообще хрень мне выскажет, да, истерику закатит. То есть у меня вообще отношения очень простые. Первая истерика, до свидания за дверь. Потому что меня это убивает. Соответственно, как я уже сказал, ребятята, которые современные рождаются, не все такие будут, но все больше и больше таких детишек. Поэтому, если у вас родился мальчик, и он часто плачет, и он, вот я могу, ну сейчас такого уже нету, я, но буквально годика три-пять назад я мог заплакать в любом драматическом моменте какого бы то ни было фильма. Потому что я чувствую очень сильно все это дело. Соответственно, да, вот сейчас пацаны, они там ходят в зауженных джинсах, да, они очень как бы начинают слепаться женским началом. Но они не пидоры. Просто мальчики становятся настолько же высокочувствительными, как и девушки. Потому что у них очень обширная нервная система. Вот опять же, я не помню, давно я еще читал, вот, что у женщин старой формации нервных окончаний в теле было в два раза больше, чем у мужчин. Поэтому женщины больше любят секс. Они больше любят секс всем телом. То есть у мужика там просто вот, ну, вот эта нижняя часть, да, а остальное вообще плевать. А женщина любит, когда их шейку ласкаешь, ушки. Почему? Много рецепторов, больше, чем у мужчины. То есть если среднестатистическому мужчине шею целовать, да ему плевать, а девушка чувствует. Опять же, есть градации, есть разница, я исключение. Я в сто раз более чувствителен, чем любая среднестатистическая женщина. Я в сексе охренеть какой чувствительный. И вот так же, когда мы с бывшей девушкой, я помню, ставили пиявок друг другу, там пиявки были такие, знаете, размером со слона, ну, реально, вот такие вот пиявища. И я ей ставлю, ей вообще не больно. То есть она, ей просто пофигу. Она мне ставит, и я прям ору. потому что когда меня вот этот слоняра кусает, и свой яд в меня пускает, мне реально больно. Опять же, я на тот момент еще не понимал той темы, которую вам сейчас объясняю. И мне было неловко. Типа, девчонка, ей вообще плевать. А я прям кряхчу, мне реально больно, все горит, у меня аж мясо трясется. И я думал, блин, я что, какая-то баба, что ли, я что, слабее девчонки? Типа, я же пидор какой-то. Нет. Не в этом дело. Просто у меня нервных окончаний в теле раз в 30, в 50 больше, чем у нее. Вот и все. Хотя характер у меня, ну, ребята, которые давно за мной следят, знают какой, да, через какие истории я проходил и так далее. То есть, я не слабохарактерный, но я высокочувствительный, как физиологически, так и эмоционально, потому что это неразрывно связанные явления. И вот к чему мы подходим. То есть, тонко-кожие люди, люди гениальные. И высокоэмоциональные, и чуть-чуть ебнутые. То есть, как Стив Джобс, как Джокер, персонаж из Бэтмена, как... Да, они все такие были, господи. Я уверен, и Тесла, и Леонардо да Винчи, это все люди очень тонкой натуры. Пушкин тот же. Любой, талантливый, экстенд... Как же этот термин-то я забыл? Экстраординарный человек. Он всегда будет вот таким вот для большинства странным, да, каким-то вот, ну, будут его считать там психом, сумасшедшим и так далее. Нет. Он просто очень сильно чувствует мир. И за счет того, что он так активно сканирует все окружающее пространство, он может творить уникальные вещи. Но такого человека ты не засунешь на завод. Ну, в смысле, ты можешь засунуть, он застрелится нахрен. И опять же, я не говорю, что толстокожие там плохие, а тонкокожие лучшие. Нет, я просто показываю разницу. Это нужно понимать, да, вот сейчас же вот эта новая повестка, там пытаются женщин с мужчинами уравнять, там, разные типы рас, там, национальности. Ну, то есть, это клиника, это неправильно. Наоборот, нужно осознавать нашу разность. И когда мы понимаем, что все люди разные, мы можем более гармонично с друг другом коммуникацировать. Если в школе, вот сейчас у подростков, да, у вас там есть мальчик, который там ранимый, он не пидор, его не надо дразнить, просто у него рецепторов намного больше, чем у тебя. И если тебе долбоебу комфортно сидеть и слушать тупорылую училку, ему больно. Мне всю жизнь так было. Я помню, в школе сижу, можно даже, знаете, сделать какую-нибудь видеонарезку, ну, теоретически просто, это было бы очень забавно. Я помню, сидел в школе за партой со своим одноклассником. И практически каждый день он вот так вот меня в плечо тыкал и говорил, что ты грузишься? Что ты без настроения сегодня? Каждый, сука, день. Я действительно грузился, я был без настроения. Почему? Потому что, когда ты высокочувствительный человек, ты не понимаешь, какого хера ты можешь сидеть и слушать каждый день всю эту тупорылую херню, которая тебе неинтересна. Человеку толстокожему норм, потому что ему потом всю жизнь на заводе работать, и ему нужна вот эта низкая чувствительность, чтобы стоять у станка. И он точно так же может слушать тупорылую училку с утра до вечера. А мне каждый школьный день причинял невыносимую боль. И поэтому мой одноклассник работает на заводе сейчас, а я за свою жизнь работал только два месяца на традиционной работе. Один месяц я был продавцом-консультантом и один месяц один месяц кассиром на батутах. Мне хватило на всю жизнь. Это были одни из самых поганых месяцов моей жизни. Работа на дядю. Ну вот так вот. Соответственно, люди тонкокожие, высокочувствительные, из-за вот этой вот обширной и яркой нервной системы вы имеете всегда колоссальные проблемы со здоровьем. Толстокожий человек может курить, бухать, работать на заводе, жрать всякую хренотень и спокойно, нормально дожить до своих там 80-90 лет. Тонкокожий начинает разваливаться господи, к 25-30-нику. Потому что из-за вот этой... Это вот я всегда говорю всем своим знакомым, что вот эта вот высокочувствительность, вот эта вот гениальность это одновременно дар и проклятие. То есть ты вроде бы, да, умный, но твоя нервная система вот в этом, на данный момент, реально поганом мире сходит с ума. И отсюда все язвы. Гастриты, ухудшение зрения, лысина, кариес в том числе. Там я не знаю... Любое заболевание. Проблемы на сексуальной почве у мужчин. Это тоже очень сильно связано... Банально, смотри. У тебя, допустим, в области тазового дна возник спазм. Какой-то стресс. У тебя мясо там просто стало деревянным, жалость таким и осталась. Ты нахрен пережал кровь, лимфу и все нервные окончания. Вот тебе импотенция. Там много причин, но как одна из составляющих вполне себе. Поэтому людям тонкой кожи без иннервации никак в этой жизни. Либо вы умрете молодым... Стив Джобс яркий пример. Рак поджелудочный. А рак не имеет никакой другой... Ну, по крайней мере, в 90% случаев рак это всегда психосоматика. Это всегда эмоциональная боль, которая очень глубоко засела в теле. И потом тироидная ткань начинает делиться. Ну, вот самый яркий пример, допустим, что такое рак груди у женщины. Она, допустим, переживает за своих детей. Война началась, как, допустим, сейчас на Украине. И она переживает за своих детишек. и на вот этой вот психосоматической основе ее молочная железа начинает делиться, то есть увеличивать коэффициент вот этой вот гормональной ткани. Ткани, которая секрецирует молоко. То есть она переживает за детей, да, чтобы война, я их не могу прокормить. И грудь начинает увеличиваться, чтобы как бы теоретически давать больше молока. И это не только мое мнение. Я рекомендую изучить новейшую германскую медицину доктора Хаммера. Он очень подробно этот момент изучил, что в 90% случаев рак это просто вот эта психосоматическая история. Особенно рак гормональных желез. Так, по сути, поджелудочная это тоже гормональная железа. Она же инсулин вырабатывает. Ну и ферменты для пищеварения. Ну так вот, у Стива Джобса рак поджелудочный был. Поджелудочная, она очень сильную корреляцию имеет желудочную. Иначе говоря, сильный стресс, который он не имел возможности детоксифицировать. Я сейчас расскажу, как это все убирать людям тонко-кожим. Толстокожим это не обязательно. Хотя, смотрите, тут опять же важно иметь в виду, что нет там 100% толстокожего и 100% тонко-кожего. Это градации. То есть, я, например, ну, наверное, на 90-95% тонко-кожи. И всего лишь там на 10-5% толстокожи. Ну, кто-то может быть 50 на 50, кто-то 70 на 30. Вы, когда приноровитесь, вы потом самостоятельно сможете оценивать. любая яркая личность, чувствительная личность, это все люди тонко-кожие. И, по мнению Александра Российского, я с ним полностью согласен, опять же, понимая все это, вы сможете потом построить качественные гармоничные отношения. Потому что я считаю, что тонко-кожий человек может быть в отношениях только с таким же тонко-кожим. Потому что эти люди понимают степень чувствительности каждого, и поэтому они в отношениях являются очень тактичными и очень гармоничными. Я просто имел опыт взаимодействия с девушками тонко-кожими, там вообще такая идиллия у нас была. Да, это даже не отношения были, это просто как друзья мы жили вместе. Но тем не менее, мы настолько прям классно друг друга понимали, потому что она имеет высокую эмоциональную чувствительность и знает, что скажи что-то не так, она охренеет, ей будет больно. И со мной точно так же. И поэтому вот эти люди могут с друг другом взаимодействовать. Но когда человек высокочувствительный, а другой низкочувствительный, херь собачья, там даже в сексе не получается срезонировать. То есть для меня при людях, вот смотрите, для меня просто подтыкаться, это уже завершающий этап. Поскольку я имею высочайшую чувствительность всего своего тела, мне нравится тантрический секс. То есть я люблю все вот эти прелюди и ласки на протяжении часа, а то и двух. Целоваться, обниматься. Потому что если девушка просто вот так вот рукой мне здесь проведет, я уже с ума буду сходить. Потому что здесь дохерища рецепторов. А если девушка толстокожая, то зачастую вот если толстокожие люди, это просто механически вот эта вот херня и завалиться спать. Мне такая девушка не подходит. Мне нужна такая же чувственная. И поэтому, чтобы там много переменных для гармоничной семьи, но это основа. То есть ты, если сам высокочувствительный человек, ты должен искать себе такую же девушку, иначе ты намучаешься. у той, у которой нервная система менее обширная. Так, чуть потерял нить. По поводу того, как тонкокожим со всем этим делом взаимодействуют. Потому что еще раз, из-за того, что у вас такая в кавычках ебнутая нервная система, вам нужно постоянно эти спазмы снимать. Обычные массажи не подходят. Это херь собачьи бабки на ветер. Как? Если много денег, можно, даже нужно ходить на тантрические массажи. Но они не решают проблему. Это просто способ расслабиться. Называется тантрический массаж. Другой вид массажей это тайский. Это уже лечит. Это массажи, которые идут через дикую боль. То есть вам прям мясо проминает, вы орете, вы дергаетесь. Да, у меня на Бали есть первоклассный специалист. Опять же, я ничего с этого не имею. Я рекламирую от чистого сердца. Я выставлял его контакты на своем канале по духовности. Там просто зайдите в поиск, видите, масонский массажист. Он не масонский, это я так шучу. Просто к нему ходят масоны, а так это обычный профессионал своего дела. Он вас массажирует так, что блин, вы просто орете. Он рвет мясо, он рвет фасции. Идовольствие не из приятных. Но зато результат феноменальный. Обычные вот эти массажи, это херь собачья. Я у него попросил контакты, он сам на Бали живет, своих мастеров из России. Если хотите, я могу их потом на канале по здоровью выложить, но просто он сказал, что там такая очередь к ним записываться на 2-3 месяца вперед. Поэтому я и не стал настаивать. Но если кому-то надо, я могу потом можете в личку написать. Это профессионалы такого класса, что они работают с детьми и с ДЦП. То есть, чтобы вы понимали, это не просто какие-то шизотерики, которые понахватались какой-то фигни. Нет, это прям медицина. Медицина правильная, медицина советская. Не вот эта современная хрень, которая от Рокфеллера пошла, а действительно качественная. То есть, там очень глубоко человек понимает вопрос. И у него есть мастера в России. Не помню, в каких городах, не в Москве, но вот в каких-то провинциальных. Ну, я говорю, там такие люди, что к ним, блин, на несколько месяцев человеком. Александр Российский, вот, собственно, это от него я сейчас, можно сказать, вещаю. То есть, все знания были предоставлены им, поэтому я также на канале потом, те, кто хотят подробнее эту тему изучить и те, кто хотят, допустим, приобрести курс по иннервации, можете уже обратиться к Александру. Еще раз повторюсь, я ни хрена с этого не имею, никакой партнерки нет, мы с ним никогда не общались, я делюсь, потому что мне так по сердцу. Так вот, у Александра, насколько я знаю, у него тоже есть массажи индивидуальные, но там ценники, не знаю, насколько они объективны, там, по-моему, массаж для женщин 20 тысяч долларов, а для мужчин 40 тысяч долларов, разовый массаж. Я не хочу ничего комментировать, потому что я не знаю, результативности я там не был, но сейчас вот, ходя на боли к своему мастеру, он, смотрите, мой балийский мастер, он работает чисто руками, а Александр, он развил в себе метафизическую составляющую. У меня, кстати, она пока не получается, есть такой механизм, называется Bluetooth, то есть он прикосновениями как бы внедряется в вашу нервную систему, и прям вот закрывая глаза, вот там вот все регулирует, это не вранье, это правда, это действительно есть, только я не умею так делать, но опять же, почему не умею, потому что не уделяю этому много внимания. Если бы я занимался целенаправленно каждый день, скорее всего бы уже научился, но у меня, блин, столько забот, и мне всегда приходится, знаете, выставлять более приоритетные явления. Может быть, когда-нибудь в будущем я к этому вернусь, а мне и нужно вернуться. То есть, либо плати 40 штук баксов и ходи на массажи к Александру, либо самому научиться делать этот Bluetooth и снимать себе всю эту историю. Потому что, еще раз повторюсь, если ты человек тонкокожи, и ты даже полностью свое тело проработаешь и все уберешь, тебе все равно нужна профилактика. Хотя бы раз в неделю ты должен садиться и самостоятельно убирать, потому что, вот банально, кто-то на машине подрезал, у тебя уже будет спазм. Потому что толстокожего кто-то на машине подрезал, ему похер. А для тебя это в 100 раз ярче, в 100 раз больнее, в 100 раз неприятнее. Поэтому нужно желательно этот навык возыметь, либо нахрен разбогатеть, чтобы каждую неделю к Александру по 40 штук баксов на массажи ходить. Так вот, Александр, ну по его словам, может быстрее все эти зажимы поснимать. Александр, за счет своей как бы метафизической чувствительности, он прям в нервную систему внедряется и практически без боли может отлепить фасцию от мяса, либо само мясо расплавить, чтобы оно расслабилось. А мой массажист делает это через боль. Но зато там прием не 40 тысяч долларов стоит. Так вот, что из себя представляет иннервация? Да, вот в курсе Александра, то есть я, как я уже сказал, я не хочу снимать отдельные методики. Если вкратце, просто берем и начинаем себя прощипывать везде. Начиная от пальчиков ног и до макушки головы. То есть банально, даже здесь, возьмите, ущипните себя здесь под глазом, идет мясо, эта мышца. Если больно, зажим. Вот как бы ты себя не ущипнул, не должно быть боли вообще. Вот допустим, щеку ты щипаешь, тебе же здесь не больно. Ну, по крайней мере, далеко не так сильно. А если больно здесь, если больно вот в этом месте, это все зажимы. Ну и, конечно же, больнее всего там, я не знаю, вот та же челюсть. Да, вот здесь. Попробуйте вот здесь сдавить нормально, опять же, с двух сторон, чтобы не сместить ее. Вот нащупайте, где-то вот в этом месте идет крепление челюстных суставов. И вот так вот двумя пальчиками вот здесь постарайтесь найти боль и сдавите с двух сторон. И расслабьтесь. Если есть боль, это сухожильно-фасциальный зажимчик. И когда он здесь есть, это провоцирует гневливость. Это провоцирует нарушение сна. Да это много чего провоцирует. Вот на самом деле от мозга идет блуждающий нерв ко всем нашим органам. Если вот здесь есть зажимы, если в шее есть зажимы, все органы страдают. Желудок, печенка, поджелудочная, яички, яичники. Все, что есть, все страдает. Потому что коммуникация с мозгом нарушается. Вот представьте, идет блуждающий нерв, их по-моему два. Если я не ошибаюсь, они вот так вот здесь идут и по-моему в один вот тут переплетаются. И вот представьте, вот часто шея, да, вот так уже пальчиками надавите. Будет болезненное ощущение, особенно если вот он какожий человек, еще раз повторюсь, их там быть не должно. И вот эти все спазмы, вот это деревянное сжатое мясо, которое никак расслабиться не может, оно блуждающий нерв пережимает. И информация от мозга к органам и от органов к мозгу плохо доходит. Это как глухой телефон. Если, допустим, предположим, у вас атрофический гастрит, а у вас здесь нахрен все пережато, мозг даже не в курсе, то есть желудок хочет сказать, чувак, мне хреново, да, даже если он ему скажет, то есть вот у вас там гастрит, язва, он подаст сигнал в мозг. Так из-за того, что здесь спазм, здесь пережата лимфа и кровеносные сосуды. Как чиниться? В строй материалы не доходят. Поэтому даже если вы будете есть самую лучшую еду на планете, самые дорогие, там крутые БАДы будете покупать, да, там, я не знаю, вот я себе Б-12 взял, 70 баксов бутылек. Да? Ну это по-настоящему качественное явление. Так что толку? Если тело забитое, если оно зажатое, если оно деревянное, этот Б-12 как до ткани распространится? Это одна составляющая. Есть еще дыхательные практики, которые позволяют наладить качество лимфы и крови, но это отдельная тема, и мы, в принципе, ее уже затрагивали. На канале по здоровью вся эта информация есть. Сейчас мы говорим именно про ну саму физиологическую составляющую мышечного каркаса. И вот когда он спазмный, то есть говорю, коммуникация органов с мозгом хреновая, и доставка питательных веществ до тканей точно такая же. Более того, смотрите, как я уже сказал, когда появился мышечный спазм, то есть здесь, допустим, часто спазм возникает, это тоже психосоматика, то есть вы хотите высказаться ну какому-то человеку, который вас раздражает, сказать там, я не знаю, «ди нахуй». Но вы не говорите, потому что это ваш начальник или ваша супруга или ваша мать, не дай бог. И из-за того, что вы себя все время сдерживаете, вы хотите сказать, а вы блочите, хотите сказать и блочите. То есть мозг посылает импульс, ваше животное, не то чтобы животное начало, это неправильный термин, ваша истинная суть. Ну ты сюда не страдать пришел. По-хорошему, вот тебе кто-то не нравится, пошел нахуй. И больше не общаешься. Если бы вы были миллионером, вы бы себя так и вели. То есть что значит миллионером? Человеком свободным. Вот и получается. Вот эта вот хрень, она начинает спазмироваться от того, когда мы хотим что-то сказать и мы не говорим. И оно за собой потом влечет колоссальную череду проблем. Как я уже сказал, нарушается коммуникация со всеми органами. Ну вот так вот. И это кариесу ведет, потому что здесь еще идет этот... Забыл, как она называется. Здесь есть околоушная железа, дентальная лимфа. Здесь проходит дентальная лимфа, которая питает все зубы. Если здесь ушло в спазм, лимфа также зажимается. Поэтому причина кариеса не в сладком как таковом. Тоже психосоматика это основа. Почему? Всегда сравнивайте людей. Есть человек, который обжирается сладким, у него прекрасные зубы. А есть тот, у которого они пошли по одному месту. Потому что один толстокожий, или же, это может быть и тонкокожий, но он живет в богатой, любящей семье на Карибских островах. Там нету российского быдла, которое может тебе побибикать там спину, да, или подрезать тебе, или в магазине какая-нибудь продавщица тебе нагрубить. Там этого нету. И поэтому человек обжирается сладким, и это никак на нем негативно не сказывается. Но ты, поскольку ты тонкокожий раз, и второе, ты живешь в деструктивной среде, у тебя здесь спазм, дентальная лимфа зажалась. У тебя в поджелудочной спазм инсулин ни хрена не вырабатывается. То есть, грубо говоря, если в этой области там фасция залипла, сама мышца сжалась, поджелудочная начинает заживо гнить. Если там полноценно кровь и лимфа не циркулируют, электрические импульсы не транспортируются, обновление ткани не происходит. Ты гниешь заживо изнутри, если ты весь деревянный. Также хочу объяснить, почему вот многие женщины, они более мягкие и эластичные, нежели мужчины. Вот обратите внимание, мужчины, они вот такие вот, как вам объяснить, но они деревянные. То есть, девушка, она более такая гибкая, как кошечка, а мужчина все вот такой вот, блядь. Это ненормально, такого не должно быть. Почему мужчины деревянные? Потому что женщине, когда грустно, она проплакалась, и она вот через эти железы всю боль выпустила. Ну, не всю, но как минимум какую-то часть. А мужчинам плакать нельзя. И, соответственно, единственный способ мужчине избавляться от эмоциональной боли – спорт. Но спорт изнурительный. Чтобы ты потел просто как конь и на языке домой приползал. А если человек спортом не занимается, если он тонко кожей, и при этом еще живет в деструктивной среде, все, он просто медленно идет в могилу. Уже к 30-40 годам. Энди Уитфилд, который в «Спартаке» первым снимался, тоже тонко кожей. Ну, я теперь, понимая эту тему, я вижу этих людей. Все актеры тонко кожи. Что у него в семье там происходило, я не знаю. Но теоретически, скорее всего, Мегера – жена, которая его просто доконала. У Энди возникла опухоль, и затем уродцы в белых халатах его угандошили. Химией. Так обычно этот механизм и выглядит. Но если бы Энди понимал бы свою психологию, свою структуру, то он бы, ну, во-первых, спутницу жизни более качественно бы выбирал. Да, это вот с трех хлебовым то же самое. С трех хлебов тоже, понятно, ну, блин, человек духовный. То есть вообще в духовность люди в основном тоже тонко кожей уходят. В духовность адекватную. Я не в обиду сказано, я не про религии, а про духовность именно ту, которая она есть на самом деле. Вот трех хлебов такой же, он тоже умер. Во сколько там? Давайте загуглить, чтобы сказать наверняка. 66 лет. Ну, это смешно. То есть, трех хлебов, вроде бы, духовный человек, который должен иметь там, ну, так называемую благость, то есть должен быть расслабленным. Это не работает так. Вернее, в чем проблема? В его супруге. Да, я не хочу, по-моему, икрыть его жену, но это просто объективно. Я помню, какой-то блогер после его смерти отснял видео, а жена попросила это дело удалить. Причем, видео было с благодарностью, то есть, там говорят, вот, трех хлебов такой классный, он столько пользы для меня привнес, а она говорит, удалите. То есть, я бы понял, если в видео было критика, почему она это делает. Все, я не хочу перемывать кости другим людям, я просто объясняю, насколько важно тонко-кожим людям быть более внимательным к своей жизни и выбирать качественных вторых половинок. потому что из-за вот этой высокой эмоциональной амплитуды какая-то не такая составляющая в семье будет очень сильно вас отравлять вплоть до смерти. Это надо иметь в виду. И, соответственно, окружающую среду вам необходимо также выстраивать максимально благоприятно. Еще раз, вот сейчас кто-то может подумать, что там тонкокожий человек – это какое-то проклятие. Смотрите, если бы мы жили в проекте Венера, тот, который Жак Фреско педалировал, ни один тонкокожий человек там бы не парился. И никаких бы зажимов у вас бы не было. У вас зажимы, потому что нынешний мир ублюдский. Начиная там от семьи зачастую, потом школа, потом универ, потом, не дай бог, работа и прочая всякая хренотень. Плюс еще зависит от страны, где вы живете. Опять же, если тонкокожий человек живет в Швейцарии, не будет такой степени критичности. Но если он живет в Бирюлево или там в Иваново со всякими гопниками, он будет охреневать. И очень сильно. Поэтому, чтобы вот восстановиться после всего вот этого прошлого, когда тело уже с ума сходит, да, болезнь Крона, не переваривается жрачка, диарея – это все нарушение нервной системы. И это все лечится, уж понятное дело, не лекарствами, тут, по-моему, такие люди не сидят, даже не диетами, даже не тюбажами. Убирать спазмы. Причем не в кишечнике, вернее, не только в нем. Начинать надо с челюсти, шея и, понятное дело, уже живот. Там работать с фасциями, к висцелярнику ходить. Давайте, смотрите, по поводу детоксикации эмоциональной боли и самого сознания мы сейчас не будем касаться. это отдельная долгая тема, пусть она будет на следующий эфир. Сейчас я объясняю, как работать с физиологией. Вот, как я уже сказал, иннервация, щепками все это дело прорабатываем, то есть можете приобрести курс Александра Российского, я потом закину в телегу запись этого видео и там оставлю ссылки на его ресурсы. Не спешите брать курс, посмотрите все его видео, посмотрите отзывы на канале, да, то есть уже поймите, надо оно вам или нет. Насколько этот курс полезен, ну, по крайней мере, с точки зрения тех знаний, которые я сейчас имею? Существенно. То есть, если взять всю методологию по оздоровлению, которую я имею, процентов 50, этот курс действительно оказывает пользу на здоровье. в совокупности со всеми другими переменами, то есть он на самом деле достаточно существенен, но есть большой нюанс. Без техники Bluetooth он работает очень хреново. Если я считаю, что техника Bluetooth, она очень здорово граничит с возможностью выхода в астрал. Если вы тот человек, или просто тонкочувствительностью, если вы там на коннекте с верхом, да, даже без энтеогенов, то есть ваша шишковидная железа постоянно где-то в космосе летает, плюс вы можете войти в осознанный сон, можете выйти в астрал. Почему я провожу знак равно? Потому что если у человека Bluetooth не получается, это говорит о загаженности или блокировке тонких тел. По каким причинам, я не знаю. Карма поганая, еще какие-то, без понятия. Но если вы можете выйти в астрал, это говорит о чистоте тонких тел, достаточной чистоте. А значит, и техника Bluetooth тоже может сработать. Что такое техника Bluetooth? Это когда ты не щипаешь себя, а ты просто руку приложил и подключился к нервной системе. И начинаешь вот это дело постепенно расслаблять, убирать даже. Либо ты можешь ущипнуть, да, то есть ты так же вот схватил себя, но ты не просто механически вот, как вот, допустим, отлепить, да, вот фасцию от жировой прослойки и от кожи. Вот смотрите, по-хорошему, как бы вам показать, вот видите, как здесь кожа отходит? То есть, вот, смотрите, как она тянется. Здесь должно быть так же. Но этого нету. Я себя щипаю, я хватаю вместе с мясом. Это о чем говорит? Фасция приклеилась к мышце. Энергия и нервные окончания, которые идут между мясом и фасцией, они сдавлены. И, соответственно, здесь энервация, то бишь энергия, хреново проходит. И если у вас фасция, залипшая на мясе, у вас будет меньше энергии. Это один из аспектов пагубных, которые, ну, этому способствуют. Господи, которые вот являются последствием всей этой хрени. Соответственно, вы можете просто механически ущипнуть со всей дури и еще сидеть. Сидеть, ждать, когда оно чуть-чуть там послабится. То есть, когда боль исчезает, это уже говорит о том, что чуть-чуть слезло. То есть, оно отлипло. Лучше даже прокручивать. То есть, вы ущипели и вот так вот чуть, как бы, пытаетесь оторвать. Но это хреново, это долго очень. То есть, вы можете по этому плечу, я уже хрен знает, сколько проходился, не работает без блютуза. А блютуз, это ты ущипнул. И вот эта энергетика, да, есть даже фотографии, что наши пальчики, в принципе, все тело излучает ауру, энергетику. И вот, когда мы говорим о блютузе, мы сюда как бы ущипнули и пытаемся вот подключиться именно психоэмоционально к нервной системе. И вот, как будто бы посылаем тепло энергетическое. То есть, мы плавим вот эту... Так, у нас тут все вроде дальше пошло. Плавим всю эту хренотень, и оно обмикает и самостоятельно расслаивается. Но техника блютуз, как я уже сказал, она больше будет доступна девушкам. Почему? Девушки более высокочувствительные. То есть, сами знаете, да, ну, они интуиты. Мы логики, да, мы весь мир создаем, а девушка, она просто чувствует очень хорошо многие вещи. Но опять же, не все и не всегда. Я говорю о средних температурах по больнице. И, соответственно, девушке будет легче подключаться к нервной системе. И... Или же людям, вот, которые способны выходить в астрал, или же тонко чувствовать. То есть, человек, который, допустим, видит ауру у людей, тоже, вероятнее всего, сможет вот в этот блютуз залазить в нервную систему и психологически все это дело размекать. Ну, вот такие, собственно, дела. И еще вот последнее, то, что я хочу сейчас еще дополнить по этому поводу. Мышечный зажим. Как я уже сказал, если у нас грудь забитая, мы не можем любить. То есть, мы не можем проявлять чувство любви, благодарности, вот этих всех высоких эмоций, которые могли бы у нас быть. Соответственно, чем больше мы все это дело разбиваем, чем меньше здесь боли, тем вы потом можете снова влюбиться, как это было в школе. С той же эмоциональной отдачей, с той же вовлеченностью, с той же степенью доверия, искренности и так далее. А не просто там, у него есть бабки, у него есть бизнес, все, я буду с ним. Это ботиха. Ботиха, с охренеть, какая зажатая, заблокированная и так далее. Но у нас ведь зажимы не только здесь, они могут быть на шее. То есть, люди, которые, допустим, как ораторы, не проявлены, как я. Опять же, понятное дело, тут есть природная данность, там, human design, натальные всякие штуки и так далее. Это все понятно. Но вы всегда можете быть лучше. Допустим, кто-то не может стать лучше, чем я, как оратор, как бы он ни старался. Но он всегда может стать лучше самого себя. Вот это любой способен сделать. Поэтому, если, допустим, ты вот там стеснительный, у тебя голос не яркий, не звонкий, у тебя здесь нахрен все зажато. Особенно вот эта вот, еремная впадина, кажется, это называется. По-хорошему, туда палец, вот будучи расслабленным, он должен залезть вот так вот. Вот, видно? Ты должен туда вот так вот палец засунуть в свою еремную впадину, если она без спазма. Вот прям туда, вглубь, прямо в мясо должен залезть. Если не можешь, здесь спазм, и у тебя будет глухой, поникший голос, и это будет сказываться вообще на всем твоем проявлении. Потому что речь, это, наверное, как, знаете, как у крейсера. Вот есть такая хернюлина, которая волны ломает, рвет их. Вот твой голос, это то же самое. Соответственно, если ты нахрен всю шею прошипаешь себе, и самое главное, вот здесь вот эту вот хрень растянешь, вот этот вот спазм уберешь, и плюс вот здесь челюсть, да, она не только здесь забита, еще и вот тут, вот снизу. То есть, если вы надавите, ну, у меня уже снято, у меня здесь нету боли. Но у большинства людей, даже вот здесь вот так вот давить, и там охренеть, как больно. Это все надо убирать. Как это убирается? Просто надавили и сидите. Главное, расслабиться, и ждешь, вот так вот, все сильнее, 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 до тех пор, пока боль не исчезнет. И как только мясо обмякнет, у тебя даже тембр голоса поменяется, и ты станешь более свободным. Потому что мышечный зажим в любой части нашего тела, он фонит в мозг. Зажимы в мышцах, в фасциях очень сильно сказываются на твоей модели поведения. Если человек не харизматичный, если человек стеснительный, трусливый, неразговорчивый, это не индикатор его характера. По-настоящему определить характер и психотип человека можно только тогда, когда будут сняты все зажимы. Потому что сейчас самый задроченный, зашуганный додик на самом деле может быть актером. Но он не актер, потому что у него просто все тело, блядь, вот как, я не знаю, оно все зажатое. Энергия не течет. И самое главное, вот эта вот психотравма, которая была получена когда-то и которая сидит в мясе, она постоянно фонит на психику и продуцирует эмоцию страха, эмоцию застенчивости, скованности и прочей всякой ерунды. Если вы уберете спазмы в паховой области, там, в промежности, в заднице, в копчике, у вас секс станет совсем другим. То есть люди зажатые, это вот эта механическая долбежка. Когда все спазмы уходят, секс становится искусством. Поэтому это охренеть как важно, если вы хотите быть проявленным человеком в этой жизни. То есть можно сказать, что ваше забитое мясо это ваша собственная клетка. И психологическая, и физическая в том числе. Поэтому какой вы настоящий, бог его знает. Если вы себя сейчас оцениваете, что вот я такой есть, будучи зажатым, заблокированным, вообще не факт. Вообще, ты можешь быть артистом, танцором, певцом, блин, хрен знает кем, если уберешь все вот это дерьмо, которое на тебя понавесили, родители, школа, социум и прочая всякая хренотень. Поэтому иннервация это фундамент, с чего следует начать. Вот с этих щипков собирания хотя бы именно вот кокон фасциальный отлепить от мяса уже станет лучше. Но это лишь начальный этап. Дальше, или даже параллельно, можно самостоятельно работать с фасцией, взяв курс Александра. Я еще рекомендую ходить на тайские массажи. Которые прям болючие. Вот ты орешь. Те, кто наболи, можете мне в личку написать, я вам скину контакты своего мастера. Все. В принципе, вроде я вот эти механизмы объяснил. Переходим к следующей составляющей, да, которая помогает нам от зажимов избавляться. Вот эту тему я также освещаю от чистого сердца, но в то же время я потом под видео в телеграм-канале оставлю контакты человеку, у которого все это можно будет приобрести. То есть, там и вам будет скидочка, если вы назовете там промокод, который я напишу. И также мне процентик капнет. Вот. На ваше усмотрение. Хотите, берите у него, да, что если там меня хотите отблагодарить, хотите, берите у кого-то другого. Это уже ваше дело. Доски садху. То есть, вот это вот штукенция с иголочками. В чем примечательность этого явления? Это уже третий пункт. Еще раз, сперва идет иннервация по Александру Российскому, затем тайские массажи. То есть, можно прямо в Таиланд лететь, там оно потом и называется тайский. И вот максимально больно, чтобы вас прорабатывали. Либо мой балийский мастер, либо я могу спросить у него контакты российских, но так, я даже не знаю, как это верно называется. Не знаю, но он прям рвет фасу, то есть, он берет в икру, залазит и давит до такой степени, что ты орешь, и она как будто не то чтобы лопается, она залипшая, она склеенная между собой, она как гармошка, а он давит до такой степени, чтобы эта гармошка расслоилась, и у тебя икра, которая, допустим, ну вот она была такая, да, допустим, скрюченная икра, у многих, кстати, это вообще практически у всех проблема такая, она потом расслабляется и становится вот такой вот, то есть, вот эта мышца на икре, она не такой вот шарик по логе, а она двойная, посмотрите на бодибилдеров, у вас не так, потому что они склеены, эти две мышцы, а это жопа полная, это нарушает всю походку, это косоебит потом позвоночник, страдает позвоночник, страдают все органы, по позвоночному столбу проходит огромное количество нервов, которые потом ко всем органам расходятся, то есть, это настолько взаимосвязано, и вот эта вот штука, она позволяет, это третья, смотрите, тут я рекомендую все совмещать, то есть, нельзя сказать, что только это используем или что-то другое, это просто третий пункт, который тоже включить следует, и вот эта штукенция, когда вы на ней стоите, понятное дело, это дает энергетический буст, это сбрасывает определенного рода напряжение, то есть, клин клином вышибают, наверное, слышали такое выражение, то есть, если мы хотим убрать боль, психоэмоциональную, которая живет в нашем мясе, мы убираем ее через физическую боль, через физическое воздействие, и вот гвозди, это как раз одна из историй, фасции в нашем теле, она как костюмчик, есть верхняя, которая идет до паха, от головы до паха, то есть, она как майка одета, а есть фасция, которая идет от стоп до жопы, и вот эта фасция, она копит нервное напряжение в себе, и она начинает залипать, она начинает скукоживаться, и вот гвозди, это такой, знаете, способ сбросить все это напряжение, то есть, люди, которые практикуют стояние на гвоздях, вы же замечали, что вот ты можешь там в депрессии быть раздраженный, какой-то тревожный, постоял на них, и все, ты на релаксе, тебе кайфово, да, можно сказать, что посредством этого, там сперва выбрасывается адреналин, кортизол, потом они утилизируются, потом выбрасывается дофамин, серотонином, чтобы тебя поощрить, когда ты с них наконец-то слез, это все имеет место быть, но одно из основополагающих, это именно вот сброс напряжения с фасции, тут еще и метафизический аспект есть конкретно на моих, вот это все медные гвозди, а вот то, что видите, более белесым цветом отдает серебряные, то есть, медь это вроде бы энергия огня, а серебро это энергия холода, и я верю во все эти штуки, то есть, оно влияет, все это дело, вот, поэтому досочки такие я тоже рекомендую приобрести и практиковать, ну, от двух до трех раз в неделю, поначалу, какой шаг расстояния гвоздей вам следует взять? Лучше куда-нибудь сходить и померить, потестировать, попробовать, или же, если бабла дохера, то в таком случае, если вы человек начинающий, возьмите восьмерку и десятку, то есть, расстояние между гвоздями 8 миллиметров, или 10 миллиметров, если вы человек, как я, который уже босиком годами ходит, да, то есть, я не пользуюсь обувью, у меня ее нету, я всегда хожу босиком, и поэтому я сразу сел на двенашки, то есть, там шаг 12 миллиметров, это уже такая профессиональная история, то есть, восьмерка для начинающих, десятка для средних, двенашка это уже профи, и я с двенашки и начал, потому что восьмерка для меня, я могу на ней прыгать, десятка тоже херь полная, а вот двенашку я уже чувствую, есть еще более высокий уровень, после двенашки идут пятнашки, но это уже прям для таких вот людей отбитых, да, ну скажем так, прокачанных, и еще раз, важное такое подмечание, как я уже сказал, когда вы себя щипаете, боли быть не должно, если есть, здесь, залипла фасция на мясе, почему вы вообще чувствуете боль, да, вот это теоретически, я не могу сказать так или нет, но когда фасция липнет к мясу, здесь настолько нарушается питание, что нервы начинают оголяться, то есть, миелин с них слазит, и по этой причине может возникать боль, не могу сказать так ли это, но вполне себе, но я точно могу сказать, что когда вот это место будет проработано, там не будет боли, то же самое касается стоп, если вы встаете на гвозди, и вам больно, дело не в гвоздях, они вообще ни при чем, больно, потому что в тебе боль живет, психоэмоциональная, какие-то психотравмы, и прочая непродетоксифицированная бека, поэтому тебе больно, и чем дольше ты будешь стоять на гвоздях, чем больше ты будешь заниматься иннервацией, чем чаще ты будешь ходить на тайские массажи, ты потом сможешь на этих гвоздях прыгать, также эту историю можно использовать, но опять же, как бы без фанатизма, тут очень важно не навредить, но можно еще на это дело задницей садиться, потому что в заднице тоже огромное количество нервных окончаний, и это вообще отвечает за, вот как Александр Российский говорит, есть такое явление, как инстинкт власти и сексуальности, если паховая область забитая, зажатая, спазмированная, то ты, ну если мы говорим про мужчину, становишься закомплексованной целкой, если там щипками прощипать, а пах самый болезненный, я вот его помню прорабатывал, это ужас, там глаза на лоб лезут, опять же, откуда эти спазмы возникают во время, ну вот, вот Александр рассказывал свою историю, да, когда он в детском садике там, маленький голышом бегал, да, и всем писюном светил, а потом воспиталка на него наорала, и вот тебе спазм, то есть он это место всем демонстрировал, вообще не парясь, да, что такого, а воспиталка на него наорала, все, именно вот эта эмоциональная боль, эмоциональный стресс, именно в том месте я сел, и потом вот в сексуальном плане ты становишься вот этим вот механическим животным, который потыкался и до свидания, а если ты там спазмы уберешь, то секс заиграет совсем другими красками, поэтому эту штуку, вот можно задницей так же садиться, можно полотенчик подстелить между гвоздями и попой, чтобы было полегче на первых порах, но потом там сами смотрите, сами экспериментируйте, сами пробуйте, тут все индивидуально, у каждого там свой болевой порог, у каждого там свои зажимы, но по-хорошему вообще профессиональный йог, вот я вам сейчас покажу, вот видите, это какой-то там йог, он просто задницей сидит на гвоздях, задницей, ногами, и ему не больно, он не сидит, не терпит, ему реально не больно, почему? Потому что вся вот эта боль была убрана из тела. Так, ну это вот что касается досочек, да, то есть там, в общем, я оставлю контакты под этим видосиком, и кто захочет, можете заказать. Этот человек, по-моему, на Шри-Ланке у них есть производство, на Бали есть производство, и в России есть производство, вообще они доставляют по всему миру. И помимо досок, у них еще есть вот такой вот коврик. Сейчас я покажу. То же самое, с гвоздями. Вот такая вот история. Не знаю, видно, не видно. Вот. Это уже для спины, для груди, для живота. То есть вот такой вот коврик с гвоздями. Не знаю, видно, не видно. Обалденная тоже штука. Это во мне аппликатор Кузнецова, да, это все детский лепет, это для бабушек, пенсионерок. А вот эту историю прям спиной ложитесь, поначалу охреневаете, но буквально спустя 3-5 минут просто такой релакс, такой кайф, потому что, еще раз, больно быть не должно. Больно, потому что есть фасциальное мышечное напряжение. Напряжение, откуда свое начало берет? Из эмоциональной боли, которая по сей день здесь хранится, и в мясе в том числе. Мы полежали на этой штуке. Частично мы эту боль выбили, окончательно, частично, а какую-то просто снизили, но в любом случае вы расслабляетесь. Если вот у вас бессонница, и вы не можете уснуть, вы не можете уснуть, потому что много психотравм в теле накоплено на протяжении всей своей жизни. Полежали на этой штуке, после нее уснете, как миленькие. Или же вот тот же челюстной зажим. Вот если вы лежите, у вас бессонница, уберите вот эту дрянь. Вот здесь сдавили, нащупайте, где больно, и вот так вот давите до талого, постепенно увеличивая давление. То есть сперва чуть-чуть, потом все сильнее, 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 нащупали максимальную боль, и держите. Кого-то может аж потряхивать. У меня вот здесь уже ничего нет, я здесь все убрал. Вот тут чисто, вот тут еще чуть-чуть побаливает. И вот убираете, минуты 3, 5, 7 можете держать, и после уснете, как убитые. Именно вот это напряжение дает раздражение на мозг, и вы не можете расслабиться. И так же вот здесь перед сном можете проработать. Тоже надавись здесь, если есть боль. Даже вот по чуть-чуть, вот издалека, вот двумя пальцами, и поближе вот сюда, 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 и в итоге до сюда доходите. Везде уберите спазм, в челюсти, и все, и вы вот так вот обмякнете, и уснете. Потому что, когда напряжено вот это вот место, это дает очень сильное раздражение на весь мозг. Ну и вот эта вот штука, коврик, да, я тоже рекомендую приобрести. На нем можно и ногами стоять. Я, правда, не знаю, какой здесь шаг. Не знаю. Но вот, собственно, мастер, да, вот этот, который изготавливает всю эту историю. Так, сейчас покажу фотографии. То есть сюда можно ложиться прямо грудью, животом, передними частями ног. То есть он вот кучу ковров этих постелил, и лицевой частью тела улегся на них. На эти гвозди. Боком можно так же ложиться и выбивать всю эту боль. Ну, собственно, вот так вот все это дело и работает. Это у нас третья составляющая, как выбивать все эти поганые психотравмы, комплексы, зажимы и прочую дрянь, которая мешает нам жить. Творить и проявляться. Такс. Что-то я еще хотел озвучить, вылетело из головы. По гвоздям объяснил. По вот этой штуке. Ну, тоже. И на самом деле, вот когда я говорю там 2-3 раза в неделю на гвоздях стоять, я за то, чтобы себя чувствовать. То есть кому-то и это может быть много, а кто-то вообще и каждый день может стоять, да. Вот смотрите, опять же, чем примечателен мой канал по здоровью. Вот ребята, которые давно на нем сидят, они последовательно ко всему подходят. То есть у них уже чистая печенка, чистая лимфа, чистая кровеносная. Я могу на этих гвоздях стоять по несколько раз каждый день. Вообще пофигу. Я вот сейчас зашел на депривацию, я не буду четверо суток спать. Я могу себе это позволить. Это отдельная тема, мы потом эфир отведем, зачем, почему и так далее. Но кто-то не может. Поэтому лучше идти последовательно. То есть по сути, вот все эфиры, которые выходят, хотя нет, вот конкретно этой темой вы можете заняться сейчас параллельно с тюбажами, там пиявок, если кто-то ставит, и прочими всякими историями. То есть лишним все это дело у нас не будет. Блин, я хотел еще что-то осветить на эту тему, у меня вылетело из головы. Четвертый аспект, который нам нужен для того, чтобы освободиться. Йога. Но не обязательно йога, но растяжка. То есть сперва у нас идут щипки, потом массажи, гвозди. Это все одновременно можно. То есть щипаем тайский массаж, а тут же гвозди. А на попозже мы откладываем растяжку. Это может быть либо йога какая-нибудь стандартная, либо просто тянуться, как тянутся на боевых искусствах. Мышца должна быть растянута. То есть как я вообще вижу вот эту вот тюрьму, которая в нашем теле создается. Есть кожно-фасциально-мышечный зажим. Это поверхностный слой. То есть это дело мы убираем щипками и убираем гвоздями. Оно вкупе работает просто идеально. Затем идет зажим более глубокий. Это мясо. Это мы убираем с помощью уже тайского массажа, когда мы прям лезем в самую глубь, там либо вот так вот сдавливаем, да, все эти зажимы убираем. Это уже второй этап. А есть зажимы самые глубокие. Есть, кстати, даже психотравмы, которые в костях живут. Ни одна из этих методик из костей психотравму не уберет. Как чистить кости от психоэмоциональной боли, я расскажу потом на следующей трансляции. Так вот, потом идет зажим сухожильный. И, ну, сухожилие, люди, которые ели мясо, знаете, там есть такая плюночка идет между костью и мясным волокном. Это вот оно и есть. Там тоже живут психотравмы. И вот эту тему лучше всего убирать именно растяжкой. То есть вы тоже могли заметить, как, допустим, если кто-то ходил на карате, вам тренер вот так вот там тянет, да, на этот шпагат тебя сажает, у тебя глаза на лоб лезут. Но когда ты дошел до определенного момента, знаешь, ты как будто хоп так просел. То есть оно не идет, не идет, а потом бац, и ты резко вниз, и у тебя так все расслабляется и в голове, и в теле. Потому что ты убрал напряжение, которое жило в твоих сухожилиях. И вот это поганое напряжение постоянно фонило тебе на психику. Поэтому если вы возьмете профессиональных йогов, ну, по крайней мере, всех тех, кого я знаю, они охренеть какие спокойные. Это просто Иисус во плоти. Я имею в виду не вот этих, вот там, знаете, как девушки, там, две недели или месяц на йогу походило, я говорю про людей, которые уже с десяток лет этим занимаются. Там просто человек сидит, вот просто на дзине. Потому что он выбил всю вот эту боль из тела. И вот есть такое явление, как гипнотерапия. Ничего не хочу плохого про нее сказать, но на меня она не работает. Почему? Слишком высокий интеллект. Мне кажется, гипнотерапия больше подходит для ребят таких вот толстокожих. А если у тебя очень сильное внимание, очень сильный интеллект, то, на мой взгляд, избавление от психотравм должно идти через тело. То есть для тебя иннервация, тайские массажи, гвозди, йога, либо тире-растяжка. Вот с помощью всего этого дела ты эту боль выбираешь. Идти через ум, идти через голову, может быть и будет эффект, но поверь, далеко не такой, как хотелось бы. И вот когда, допустим, люди ездят на грибные ретриты, да, вот там ребята, которые в теме, они знают, что под грибосами можно найти как раз-таки вот эту вот психотравму. Как это все выглядит? Когда человек лежит в маске под грибочками, у него какая-то мышца начинает просто дергаться. То есть у него грудная мышца может вот так вот пульсировать. О чем это говорит? Что как раз-таки грибосы нащупали психотравму. И людям ставят баночку туда, хиджаму, протыкают иголками и высасывают кровь. И это вроде как тоже убирает вот эту боль. Смотрите, только этого недостаточно. То есть я рекомендую делать все. Если параллельно с этим вы еще будете, например, ездить на грибные ретриты, если кому-то это нужно, если кому-то это нравится, еще лучше, еще эффективней. То есть очень классно. И очень важно во всем этом деле дисциплина и длинная дистанция. Если вы этим занимаетесь, например, недельку-две, и типа кажется, что, блин, бессмыслица, позанимайтесь месяц-два. И вы обязательно увидите результат. Вы увидите, что у вас больше энергии, вы более спокойный, вы интеллект сразу, ну, то есть лучше мозг начинает работать, потому что, опять же, убираешь зажимы, электрические импульсы везде начинают хреначить быстрее, то есть все тело гармонизируется. Вот если послушать Александра Российского, у него там такой багаж, в плане болезней, у него что там только не было, и язвы, и гастриты, и какие-то боли в суставах, какие-то там опухлости, затеченность, там сустав вот так вот у него раздувался, там, по-моему, плоскостопие, охреновое зрение, чего там только не было. Целый букет. И причина всего этого – это гребаные вот эти мышечные зажимы, и в частности фасциальные. То есть фасция – это вообще основа всего. И почему я говорю, что стандартные массажи – это херь собачья, там никто с фасцией не работает. Советские врачи работали. То есть если мы там к 40-м, 50-м, может быть, даже 70-м годам откатимся, это было в практике. Щипали, то есть массажисты советские брали и работали, сейчас никто это не делает. Может, никто не шарит, не знает. Я говорю, современная медицина – это херь собачья. Поэтому, опять же, вот ничто здесь исключить нельзя. Если вы будете только ходить на тайский массаж, где убирают мышечный зажим, это прикольно, это классно. Но если не отлепить фасцию от мяса, все вернется на круги своя. Поэтому я и говорю, что все перечисленные составляющие, они необходимы. И гвозди в том числе. И вообще гвозди прекрасно работают. Допустим, ну, я не знаю, вы там проработали живот сегодня. Вот опять же, как животом на эти гвозди улечься? Ну, тут в любом случае нужна сила воли. Да? Поймите, на пути к хорошей жизни халявы не бывает. Вот это надо усвоить. Да? Я не помню, откуда... По-моему, я сам эту фразу придумал. Что-то хорошее никогда не достается легко. Больно будет по-любому. Охерительно будет больно. Ну, не всегда можно где-то что-то подкорректировать. Вот. Соответственно, как пузиком или грудью на все это дело улечься? Насчет женщин я не знаю, но мужчинам грудью надо на этой истории обязательно лежать. Потому что забитая в хламину, вот эта сраная штанга, плюс психотравны, это ужас. Это... У большинства мужчин здесь дерево. И поэтому многие мужчины такие черствые. Вот у меня есть девушка знакомая, да, там, хорошая знакомая. И вот она жалуется, что у нее муж, типа, сухарь. Да? Он там не может обнять, не может поцеловать, не может какие-то эмоции проявить. Не потому, что он дебил такой, а потому что... Смотрите, блядь, еще раз. Да, он толстокожий, да, его эмоциональная амплитуда менее ярко выражена, но, еще раз повторюсь, ты всегда можешь стать более лучшей версией самого себя. Если он все это дело проработает, прощипает, и у него энергия нормально начнет здесь циркулировать, он не будет таким чувственным, как я, но он может стать на 30-40% более чувственным, чем является сейчас. Соответственно, чтобы животом и грудью на вот этой вот доске с гвоздями лежать, берете кровать, на кровать ложите подушечку, а на подушку уже вот эту историю. И вот так вот аккуратненько пристреливаетесь, ложитесь, больно будет все равно, ничего потерпите, зато результативность очень высокая. То есть все это дело помогает фасцию, ну не то чтобы отлепить, а именно сбросить напряжение. То есть отлепляется все-таки именно щипками и блютузом. По-другому можно без блютуза. Можно без блютуза очень долго, очень больно. То есть, допустим, как я делаю? Вот я беру салфеточку, так, чтобы рука не скользила, потому что особенно здесь тяжело захватить. Вот оно, оно соскальзывает рука. Поэтому берете салфеточку и вот так вот зажали, даже без блютуза, и держите просто. Сдавили настолько сильно, насколько можете. И так везде, на животе, на груди, на паховой области, на ногах от самых пальчиков, там икра, бедро, все-все-все. Паховая область, промежность, везде, кожу именно. Не нужно прям вглубь лезть, не надо мяса хватать. Вот именно больше вот стык кожи и жировой клетчатки. И держите. И вот так вот, день за днем по миллиметрику идете, 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 боль убираете и становитесь все более свободным, открытым, артистичным, гибким во всех смыслах этого слова, как телесно, так и интеллектуально. Ну вот, собственно, на такие дела. В принципе, по-моему, на сегодня я все озвучил, то, что касается телесных практик. В очередной раз хочу подрезюмировать и напомнить, что тот характер, который вы имеете сейчас, на данный момент, он не является вашим. Пока вы заблокированы, не является. Ну, потому что я это подмечаю на себе, я это подмечаю на всех своих знакомых, которые занимаются тем же, другими людьми становятся. Ну вот, банальный пример по поводу тех же эмоциональных реакций. Вот у меня знакомый до разблокирования себя, до убирания боли в теле, кстати, опять же, ребята, которые смотрели фильм «Револьвер» и те, которые подписаны на мой канал по духовности, там, помните, шла речь, что ты найдешь его там, мистера Голда, то бишь, свое эго, куда тебе меньше всего захочется идти, это раз. И второе, было сказано, что он прячется за человеческой болью и за каждым совершенным преступлением. Чем больше боли в твоем теле, тире всех психотравм, которые ты пережил в этой жизни, тем ты более эгоцентричный человек. Эгоцентричный не в том плане, что все мне, мне и так далее. Не-не-не, ты просто пидорас. Ты просто плохой человек. Соответственно, если ты будешь лежать на всех вот этих историях, на гвоздях, делать иннервацию, ходить на тайские массажи и делать более-менее легкую растяжечку, не обязательно йога. То есть, ну, просто посмотри на ютубе вот самые просто примитивные растяжки для каратэ, для рукопашки, для борцов. Не важно, но ты должен растянуть мясо. Это очень важно. И вот, когда ты все это дело проделаешь, ты станешь более добродушным, более искренним и более чувственным. То есть, вот таким вот образом сердце и разблокируется. То бишь, анахата, сердечная чакра и так далее. Убирая боль из тела. И, кстати, когда вы будете настоять на гвоздях, вы также можете свое эго подметить. Я сам лично с этим не сталкивался, но знакомые рассказывают, когда женщины, опять же, зажатые, забитые, встают на гвозди, могут орать прямо мужским голосом. Кто-то может сказать, что это одержимость, демон. Я так не считаю. Я считаю, что существует только один демон. Это ваше эго. И вот оно проявляется в такие моменты, когда вы стоите на гвоздях и стоите прям вот доталово. Иногда даже с помощью. Да, вот очень хорошо, когда есть партнер, допустим, он вот так вот руки ставит, и он вас поддерживает. Вам просто легче. Вот. Я рекомендую не держать в себе. То есть, опять же, не надо смущаться, если вы орете, если вы рычите. Наоборот, это нужно делать. Звук — это вибрация. И через вот эти вибрации, через этот звук, вы всю вот эту чернуху, всю свою боль, всю вот эту дрянь, которую вы за свою жизнь пережили, вы все это выпускаете. Поэтому, если стоять на гвоздях и просто вот так вот терпеть, это неправильно. Наоборот, это... все вот это говно, выдыхай, выплевывай, выкрикивай. Пусть все это дерьмище из тебя выходит, и ты будешь становиться все более свободным, чистым, добродушным, красивым. И мы будем идти в новый и прекрасный мир. Поэтому я считаю это очень важными элементами. И не хочу дискредитировать гипнотерапевтов и ребят, которые ездят на энтеогенную историю. Но, по сути говоря, избавиться от тупости, избавиться от злости, избавиться от всей чернухи, которая в тебе сидит, можно практически только посредством этих методик. Понятное дело, энтеогены это все-таки библиотека, это образование, оно как бы и чистит, и обучает. Эти штуки тебя не обучат. Но именно от психотравм, от той дряни, которая отравляет тебя и окружающих, ты можешь избавиться только посредством этих практик. То есть, говорю, не нужна гипнотерапия тебе, и не нужны энтеогены именно в том контексте, как избавление от всякой боли эмоциональной. Но с точки зрения образования, получения каких-то сакральных знаний, если тебе, конечно, их предоставляют, то энтеогены полезное явление, и на самом деле достаточно рабочее с этой точки зрения. Ну вот, собственно, такие дела. Еще такое примечание по поводу сколиоза. Если вы сутулитесь, если у вас есть горб, проблема не в спине. Опять же, многие врачи не понимают этого механизма, они начинают делать массаж спины, это глупость высочайшей степени. Спина сутулится, потому что здесь забитое мясо, зажатое, и самое главное, фасция скукоженная, слипшаяся с мясцом, как на животе, так и на груди. Соответственно, нужно делать щипки груди и щипки живота. И когда там фасция растянется и расслабится, ты сам выпрямишься, и тебе будет легко держать прямую осанку. Потому что сейчас, даже если ты пытаешься выпрямиться, ты как будто бы у тебя здесь два жгута, да, вот так вот до земли идут, и ты их постоянно натягиваешь. То есть ты выпрямляешься, и тебе тяжело, ты ходишь раздраженный, ты вроде бы с осанкой, а тебя это бесит. Но когда ты здесь все это дело проработаешь, ты просто будешь ровненький, тебе будет легко, вальяжно, и никаких проблем с этим делом. Поэтому вот то же самое касается такого явления, как Атлант. Вот я считаю вот эту тему, да, с справкой Атланта, смотрите, она имеет место быть в каком-то проценте случаев, причем весьма незначительным. То есть поврежденный Атлант встречается в очень редком проценте случаев. Ну, вот это вот мой профессиональный массажист об этом говорит, потому что к нему тоже люди ходят с этим запросом, думают, что у них с Атлантом проблемы, идут на МРТ, все нормально. Это просто бизнес. Так вот, зачастую проблемы с шеей, вот это вот остеохондроз, еще какая-то хрень, вот это все, не в шее проблема. Фасция это пленка, это вот знаете, как будто бы скотчем вас обмотали, это пленка, которая обрамляет весь организм, все тело. Соответственно, если здесь есть залипшая фасция, прилипшая к мясу, она и тянет мою шею. Вот она здесь застряла, и вместо того, чтобы ходить, да, вот я, допустим, вытянулся, и она должна сюда потянуться, а она не тянется, она здесь сидит, и отсюда возникает дискомфорт шеи. Точно так же на трапеции. Здесь тоже все это надо прощипывать, все это убирать. Поэтому, если есть проблемы шеи, надо вот это место проработать и шею отпустит. Но, если еще глубже смотреть, фасция, залипшая там, на икрах, на пояснице, точно так же шею тянет. То есть, если есть проблемы шеи, да, понятное дело, там тоже нужно убирать спазмы. Это безусловно. Но на шею влияет залипшая фасция и залипшая вот эта икроножная мышца. Потому что, еще раз, это кокон один на все тело. И если хоть где-то он залип, если где-то он скукожился, если где-то он тянет, то это будет раздражать весь организм. Поэтому прорабатывать необходимо все тело. И очень часто, вот когда там у человека проблемы шеи, его отправляют на физиотерапию и он вот здесь все это дело прорабатывает. Его на массажи какие-то отправляют, конкретно шейного отдела. Это бред. Тебе в моменте легче стало. То есть, вот тебе там, я не знаю, ты пришел на правку от лампы, тебе там подолбили этой херней, и ты реально неделю, две, может быть, даже три тебе будет хорошо. Но из-за того, что у тебя скукоженная фасция в икре, она рано или поздно это все вернется. Если здесь не проработано, если вот этот вся, весь рукав, руки, скажем так, залипший, все вернется. Это не решение проблемы. Это вот как сходить на тантрический массаж. То есть, тебе хреново, тело забитое, сходил на тантрический тире энергетический массаж. Вот у меня есть на Бали прекрасная знакомая, которая этим занимается, но это не про здоровье. Это просто релакс. Это просто сходить, отдохнуть, расслабиться. Это не оздоравливает. Потому что, чтобы проблему решить, еще раз объясняю, надо оторвать фасцию от мяса. А она залипла из-за того, что вы тонкокожий раз, и второе, ну, жизнь была говном, извините за выражение. Если бы ты жил, еще раз повторюсь, в богатой, любящей семье на Карибских островах, вот обратите внимание на актеров. Там, Джейсон Эклз, вот этот Дин Винчестер, там, я не знаю, Джонни Депп, это все люди, у которых нету вот этих поганых зажимов. Поэтому они такие артистичные, поэтому они такие свободные и такие открытые. И если вы всю вот эту хрень из своего тела выбьете и уберете, может быть, вы и не станете настолько же раскрепощенными, как они, но вы станете в десятки, а то и сотни раз более раскрепощенными, чем вы являетесь сейчас. Вот обратите внимание на маленького ребеночка. Вот если бы у меня сейчас был ребеночек, он бы спокойно мог подойти и там на камеру посмотреть, что-то там сказать, потанцевать, он бы вообще не стеснялся. Потому что у ребенка нету этих зажимов, которые бы постоянно давили ему на психику и делали и делали бы его закомплексованным, стеснительным. Но уже человек взрослый, да, вот вы же не можете сейчас выйти в эфир и начать вещать. Ну, большинство из вас не может, вы будете стесняться. Стесняетесь, потому что вы живете в своей, как бы, собственной клетке из вот этой зажатой, залипшей, скомканной фасции, которая вас вот так вот прям душит. Вот она, она вас сжала со всех сторон, у вас там сутулость, везде, электрические импульсы нормально не текут, лимфа вся пережатая, кровь пережатая, у вас постоянное кислородное голодание. Шея зажата, постоянное кислородное голодание. Если зажата область желудочно-кишечного тракта, у вас желчь может забрасываться в желудок, у вас то запоры, то поносы, то еще какая-то ерунда, да? Господи, какая-то мушка. И это дает как бы повторную дополнительную нагрузку на нервную систему. А когда вы все это уберете, вы наконец-то сможете расслабиться, вдохнуть спокойно и стать самим собой, вернуться к тому состоянию, когда вы были ребеночком. Ребеночек спокойно может во дворе подойти к любой девчонке и познакомиться. А ты взрослый уже не можешь подойти к девушке познакомиться. Но не можешь не ты, а тонны психотравм, которые живут в твоем теле. И выбиваются они вот этой вот истории спиной, попой, животом, ногами, сколько минут до тех пор, пока не перестанет быть больно в моменте. То есть, ты улегся 10, 15, 20, 30 минут, и вот когда ты уже лежишь, тебе не больно, можно вставать. Я вообще делаю так, я улегся, 10 минут, например, прошло, я уже чувствую, что мне не больно, я встаю и снова ложусь еще на 10 минут. Но опять же, это уже, можно потом снова встать и опять лечься, но тут уже смотрите сами, как у вас получается, да, идите плавно, да, есть такое выражение, тише едешь, дальше будешь. Потому что, если вы с головой во всю эту гвоздевую историю погрузитесь, вот в жуткую боль изначально, ваша нервная система потом будет защищаться. Она будет противиться, она будет вам не давать повторно во все это дело залетать. Поэтому я за то, чтобы полегонечку, помаленечку но зато дисциплинированно, зато на длинной дистанции и будет результат. А если в первый день, блин, на гвоздях час постоять, на этой штуке два часа полежать, охренеть, блин, и потом никогда больше к этому не прикоснуться. Поэтому нужно очень плавно во все эти истории входить и тогда, поверьте, вот годик, позанимайтесь, даже полгода. Полгода иннервации, полгода тайских массажей, полгода гвоздей и растягиваться еще. Ну и растяжку можно на попозже отложить, она не столь принципиальна. Вернее, в ней нет особого смысла, пока есть забитое мясо и та же фасция. То есть, лучше это чуть на попозже. Вот. И когда все это проделаете, станете другим человеком. Но людям тонкопожим все равно вот эти гвозди, вся эта история, они должны быть всегда под рукой. как профилактика, да, то есть, настрессовался за день. Ну и в принципе, вы когда навык иннервации возымеете, да, то есть, вы уже сами будете, ну, оно же все с опытом приходит, и потом настолько тонко свое тело будешь чувствовать, ты можешь там, ну, когда в депривацию сна заходишь, как я, забивается тело, зажимается, потому что во время сна так или иначе происходит перезагрузка нервной системы, и многие вещи расслабляются. А на депривации сна это все копится, копится и копится. Можно через медитацию это все снимать, но это сложно. Да, даже у меня неполноценно получается. И вот с помощью иннервации можно определенные места расслаблять и корректировать все это дело. Ну, вот, собственно, такие дела. Поэтому у Александра Российского массажи так дорого и стоят. Как я уже сказал, для женщин 20 тысяч долларов, для мужчин 40 тысяч. Почему? Ну, по его словам, когда люди к нему приходят, а потом уходят, они уходят совсем другими. То есть, если до этого мужчина был задроченный, закомплексованный додик, то после этого массажа, когда все зажимы сняты, он может в этот же день подойти к красивой девушке на улице и познакомиться. Сколько правды в его словах, я точно могу сказать, что посредством этой методики вы становитесь другим человеком, но я не уверен, что за один сеанс это может произойти. Если дисциплинированно заниматься, это на самом деле так. Если ты закомплексованный, зажатый, стеснительный, но при этом качественно свое тело проработаешь, ты будешь везде чувствовать себя как дома. но может для Александра за один сеанс такие чудеса сотворить, этого я не знаю. Тут уже смотрите сами, готовы ли вы такую сумму потратить или нет. Ну, собственно, вот такие вот дела. У нас двухчасовая трансляция, я думаю, на сегодня будем завершать. Запись, как всегда, будет на канале по здоровью в телеге и будут все необходимые ссылочки на Александра и на человека, который занимается гвоздями и ковриками. Вот, в принципе, все. Следующий наш эфир, не знаю, когда его отведем, наверное, уже после депривации моей, хотя, может быть, и на ней, не знаю, посмотрим. Как раз на тему депривации сна, смысла, назначения. Сейчас вот как раз я захожу на четверо суток без подсыпов, потому что до этого у меня был рекорд 6 суток без сна, но я делал 10-15-минутные подсыпы для перезагрузки нервной системы. Сейчас хочу залететь на 96 часов без релакса от слова совсем. Зачем и почему? Подписывайтесь на мой канал по духовности, там все это дело освещается. Где ссылка на этот канал по духовности в описании профиля этого инстаграма, там две ссылки на канал по здоровью и на канал по духовности. Все. Благодарю за внимание, надеюсь, это дело будет вам полезно. Ну, как надеюсь, оно по-любому будет полезно, если выполнять все это дисциплинированно и относительно длительно. То есть на длинной дистанции результат будет феноменальный. Сможете выйти из тюрьмы собственной психики и тюрьмы собственного тела. Если вы стесняетесь потанцевать, как я в свое время, это ужасно. Это вот оно и есть. Это жуткие мышечные зажимы и колоссальное количество психотравм. Когда вы все это дело проработаете, сможете танцевать и на людях, и где угодно. То есть этот мир станет вашим театром. Такие его дела. Ну все. Благодарю за внимание и не хорошей вам жизни, а замечательной.